В первые выходные марта в Гродно проходит международный фестиваль фокусников Magic Show. Шестой форум иллюзионистов собрал представителей этого волшебного искусства из Беларуси, России, Украины, Польши, Литвы. На одной сцене новички и профессионалы иллюзии. Культурная жизнь Гомельского региона тем временем наполнилась весенними выставками, яркими выступлениями музыкантов и праздничным настроением. С подробностями Евгения Кухаронок. Наступила весна, на дворе март, и я вот над чем задумалась. Сколько существует вариантов ответа на вопрос, кто или что бывает мартовским? Прям идеальное задание для телеигры сток одному. Мне на ум пришло более 10 ответов, и многие связаны с природой или погодой. Но я думаю, вы со мной согласитесь, самое популярное словосочетание с этим весенним прилагательным остается «мартовские коты». Именно им и посвятили новую экспозицию в выставочном пространстве Гомельской городской библиотеки имени Герцена. Проект «Кот-арт» создали студенты факультета промышленного и гражданского строительства «Белгута». Они представили на выставку 30 работ. Это не только картины, но и макеты. Здесь есть коты веселые и грустные, властные и робкие, лукавые и простодушные. Некоторые из них даже живут человеческой жизнью. Тем временем трупа Гомельского областного драмтеатра в первые дни весны решила пригласить всех желающих на французский ужин. Спектакль под таким названием дебютировал в мартовской афише. Премьеру приурочили к предстоящему международному женскому дню. Это комедия, в которой размеренная семейная жизнь французской пары превращается в клубок интриг, притворства и измен. В Гомеле на неделе прошел областной этап пятого республиканского смотра конкурса детского творчества «Здравствуй, мир». Участие в нем приняло более 700 талантливых детей из 15 районов Гомельщины. Лучшие через месяц примут участие в галоконцерте в Минске. И в завершение новости культуры одной строкой. Скульптор Дмитрий Попов на открытии своей персональной выставки в Гомеле подарил Дому культуры железнодорожников 22 скульптуры. Писатель и драматург Василий Ткачев презентовал в городской библиотеке имени Герцена две книги «Стежки-дорожки» и «Житевинки». А в колледже искусств имени Соколовского прошел концерт, посвященный великому мастеру, композитору Петру Чайковскому. В следующей неделе обещают быть не менее интересной. В Гомель приезжает вокальная группа «Чистый голос», живой звук, исполнение более чем на 10 языках, легкая замена любого инструмента голосом. Каждый концерт коллектива – это откровенный разговор со зрителем. В Гомеле таковой состоится 5 марта в ОКЦ. А 6 марта в картинной галереи Гаврила Ващенко презентует уникальную выставку «Дивные узоры Вологодского кружева». Экспозиция продемонстрирует лучшие кружевные изделия художников этого утонченного искусства. Также во время открытия будет организован мастер-класс по плетению Вологодского кружева. В кинотеатрах региона одновременно с мировой премьерой стартует показ ленты «Капитан Марвел». Это первый женский фильм киновселенной «Марвел» и выходит он в прокат как раз накануне 8 марта. Также в праздничные дни на большом экране романтическая комедия от студии «Квартал 95» «Я, ты, он, она». Как утверждают создатели фильма, он сделан с любовью и о любви. Самыми интересными культурными событиями региона вас знакомили Евгения Кухаронок и Сергей Лукашук. Культурное обозрение подготовлено специально для программы «Новости недели».